Доброе утро! Я иду на работу, пытаюсь себя настроить на позитивный лад, перебирая в голове, что меня может привлекать в моей работе. И знаете, я иногда думаю, что я схожу с ума, а у меня в голове происходят какие-то внутренние диалоги, за и против. Я такая говорю, Оля, вот ты за это должна любить свою работу. И у меня куча аргументов, почему нет. Ну и в общем, у меня вот так вот всё крутится, крутится, крутится. Вот. Надо попроще к этому относиться. Я слишком серьёзна ко всему. Ну а если, наверное, слишком серьёзно, это показатель, что это действительно для меня серьёзно. Лифт останавливается на каждом этаже, меня укачало. Ну что ж, мой рабочий день пришёл к концу. Я иду в Ребеху на ужин. Вообще, я сегодня должна была по плану выбирать свою подопечную с синдромом Дауна. Но она уехала сегодня на праздник в другое место. И поэтому мама написала мне, что сегодня девочку выбирать не нужно. Ну и у меня освободился вечер, чтобы поделать свои дела. Вообще, я хотела изначально пойти по цифру часа. Но я не могу себе найти нормальную предмахерку. В общем-то, как-то не лежит душа. И вообще я смотрю, когда меня пробует живой человек, даже если я там не ведусь, будет предмахер. Вот поэтому я собираю отзывы. Вот. Ну, в общем, я уже почти подхожу. Я уже в джинсовке. Скало прохладно. Кошечки, это очень вкусно. У меня так высохли линзы, что мне пришлось их снять и надеть очки. Я всегда с собой ношу очечник для таких случаев. Это мой страх. И вот он меня настиг. А я в Лужниках. Сижу на лавочке, отдыхаю. Я поела в Ребекке. Очень было всё вкусно. Просто вообще не к чему придраться. И лосось, и паста, и десерт клубника. Это просто прямо в сердечко. И опероль. Кстати, безалкогольный. Но на вкус он хуже, чем алкогольный. Потому что какой-то этот ликёр горче, что ли. Теперь можно сидеть и отдыхать. Это капли. У нас наконец-то у кота новая точилка. Точилка «Столбик» называется. Оливка, смотри, у тебя новая точилка. Тебе нравится? Нюхай, знакомься. Вот. Сразу понял, до чего это. А мы хотели мяту купить, чтобы она ему понравилась. Да, он, видимо, скучал. Тебе нравится? Давно он так не драл точилку. Ну, что ж, его. Оливка не отходит от своей точилки. Новая. Вот эту он вообще не признал. Он её боится. Моя сирень уже начала цветать. Уже не такие пышные цветочки. Сегодня у погоды какое-то пасмурное настроение. Я зонт с одной не брала. Я не видела, что по прогнозу будет дождь. Я теперь показываю, что будет. Что пугать-то? Я вообще не выспалась в очках. У меня до тех пор болят глаза. После вчерашнего от линз. Ну, в общем, как-то что-то они у меня подсохли. Я сделала себе новый чокер. Смотрите, с цветочками розовыми. У меня прям под кофту подходит. Очень нравится летний. Я сейчас с работы, конечно, не успеваю все вот эти свои дела или хобби делать. Но как-то стараюсь. Я уже на Бауманской, иду на Ханг. Я сегодня так устала. У нас была пятичасовая встреча на работе. Очень много спикеров, которых нужно было слушать. И меня это что-то прям вообще так выжило. Еще у нас погода такая дождливая. И я хочу спать. Как дождливая? Я имею в виду, что у нас тучки. Ну, уже вот рассосалась немножко. Но сегодня было прям очень. Так. В тучах. У меня еще занятия сегодня с новым преподавателем. Я у меня не была. Я немножко переживаю. Индивидуальные. И я так надеялась, что мне освободят Ханг. Я хотела взять с собой домой на отработку. Но боюсь, что сегодня Ханга еще не будет. Ладно, я заканчиваю. А то здесь дом строят и громко. У меня занятие вот здесь. Представляете, это церковь. Там даже есть купола. Нет, я с котиком общаюсь. Захожу, здороваюсь с охранником, говорю ему здрасте. А он мне говорит, забор покрасьте. Сижу, жду. Пока еще занятия. Здесь обычно много Хангов. А сейчас нет. Видимо, правда. Все разобрали. Ну что, друзья, я с Хангом расскажу вам сейчас. Уйду от этой громкости и расскажу историю, как я его добыла. Еще на прошлой неделе, когда я пришла на индивидуальное занятие, я сказала, что мне нужен Ханг. Их не было, потому что кельтики быстро разбирают, потому что они такие основные, на чем мы учимся играть. И мне сказали, что вас поставили в лист ожидания. В итоге в лист ожидания меня поставила и преподаватель. И я на прошлой неделе написала, что мне нужен Ханг. Не появился ли он? И сегодня я прихожу. Моя преподавательница проводит пробный урок для женщин. И женщины берут в аренду Ханг. Я говорю, эй, постойте, я в листе ожидания. Это мой Ханг. Ну и, в общем, по-моему, эти женщины не взяли Ханг или даже взяли. В общем, там был какой-то еще один лишний нашелся. Я возмущена тем, что мне так и не написали, что, оказывается, Ханг освободился. И мне пришлось с этим как-то самой бороться за свой Ханг. Вот такая вот история. Какая красота! Доброе утро, друзья мои. Я так устала. Я вчера вырубилась в полдвенадцатого. Я ничего не могла вчера делать. Ну ладно, я вчера час немножко на Ханге постучала. Но я это делала тихо. Если я сегодня пораньше приду, я вам все покажу. У меня сегодня опять длинный день. У меня после работы врач, у меня наконец-то появилось ДМС, и я пойду к терапевту. К терапевту я пойду из-за спины. У меня уже полтора месяца болит спина. Не знаю, в чем причина. И я хочу, чтобы мне вместе со спиной, может, и сердце посмотрели. Хотя, мне кажется, с сердцем точно все хорошо. Но, может, это неврология какая. В общем, чтобы меня направили к правильному врачу. Я уже третий день работаю из офиса. Я уже начинаю ненавидеть эту офисную жизнь. Костюмы, платья. И вообще все. Все, я вышла. Я так хочу есть. Вот эти, конечно, синие штучки, они очень удобные. Приходишь в кабинет, прикладываешь, и тебя видят врач, и ты такой зарегистрирован. Но их же, наверное, никто не дезинфицирует, и они грязные. Моя дева вошла в чат. Хотя у меня ни одной планеты в деве нет. Но у меня дева в 11 доме. Я очень уважаю дев. Они нас структурируют и приучают к чистоте. Я дома. В общем-то, отправил меня врач к неврологу. Она сказала, что, скорее всего, у меня защемление в спине. Ну, короче, это можно поправить. Там массажами, может, что-то надо поделать будет. Привет, Оливка. Знаете, что у меня? Терапевт хороший, но что меня смущает в нашей медицине, то, что она у нас не профилактическая, а работает именно на тушение пожаров. Вот я говорю, вы знаете, у меня там, ну, тахикардия. Сейчас кофе не пью, у меня сердцебиение стало поменьше. Она говорит, ну, так у всех, и вы вообще еще молодая, у вас не может болеть сердце. Я вот думаю. То есть, как бы у нас люди потом, да, с инфарктами попадают после 40, наверное, из-за того, что был какой-то накопительный эффект, и заранее это все не профилактировали. А у нас врачи, как бы, ну, ты пока молодой, у тебя ничего не может быть. Хотя у нас, мне кажется, очень много у молодых, у кого и инфаркты, и инсульты. То есть, у нас, как бы, болезнь-то молодеет. Ну, короче, почему, если ты молодой, ты не можешь заниматься профилактикой? Вот он, мой хороший. Я вообще так к нему бежала. У меня еще была очередь затянувшаяся у врача, и я думаю, блин, я же не успею поиграть на ханге, потому что, как бы, он такой достаточно звучный, и я не знаю, может, соседи будут ругаться. Это очень-очень-очень сложно, блин. Вот что значит лето пришло. Клубника, киви, дыня. Дыня смешная в каком-то одеянии. У нас гречка-болк с курицей и зеленью. Раньше у меня во влогу была подборка утренней сирени, теперь утренний кот. Я бегу со скоростью молнии к врачу. У меня прием без 29. Я, наверное, на 2 минуты опаздываю. Слушайте, представляете, я зимой ходила по этой дороге на маршрутку, когда работала на проекте. И сейчас я вспоминаю и думаю, блин, как это было ужасно. То есть я уже 8.20 уезжала. Уезжала. Без снега как бы здесь выглядит получше, но со снегом страшно. А я иду к ортопеду тоже со спиной, хотя мне вчера терапевт сказал идти к неврологу. К неврологу я тоже пойду, но может мне ортопед тоже что-то дельное скажет, потому что мне все-таки кажется, что я как-то неправильно сижу. У меня все заболело. Буду вам жаловаться. Мы сегодня в обед выходили на улицу с коллегами. Мне так жаль, у меня коллега, с которой я гуляю в обед. Она уходит 31 мая из компании. У меня еще есть эта коллега, с которой мы гуляем, но она чуть-чуть пораньше обедает. Вот. Так печально, когда компания распадается. Но зато в добрый путь. Вот. Я чуть-чуть... Нет, я, кстати, вовремя иду. Настроение у меня хорошее, но очень сегодня все равно было. Нет, все-таки я работаю из дома. Я так сильно устала. Я вчера на занятии у Леры так тупила. Я вообще ничего не могла запомнить. У меня просто в голове стоял шум. Видимо, еще потому, что я к полдевятому ходила к врачу, не выспалась. И вчера был очень тяжелый день. Еще плюс полнолуние. У нас еще одна проблема. Вот этот товарищ, он просыпается рано утром. Сегодня он встал полчетвертого. Я его кормила. Потом он проснулся полшестого. И до полдевятого он орал. С переменным успехом. Я его то брала, гладила, то поливала этой поливалкой. Поливалкой пшикала в него по ходу дела. Ему нравится пшикаться. Он высыхал и начинал опять орать. Сидит в коридоре и орет. И я из-за этого вообще не высыпаюсь. А он сейчас лежит и вообще молчит спокойно. Сейчас все нормально. Видите, как он недовольный. То есть ему нельзя мешать отдыхать. Завтрак у нас была кашка овсяная. Вишневым вареньем. И сейчас я буду пить чай. У меня тоже что-то заболевает горло. Я купила вот такие вот палочки. Они похожи на твикс. Но это лучше, чем твикс. Они едятся как семечки. Очень классные. Очень вкусные. Я опять покроюсь прыщами. Но буду есть сладкое. Я уже записываю раз в 50-й. Это очень сложно. А когда без камеры, играю нормально. Когда с камеры, у меня просто ручки трясутся. И все выпадает. И так. Все. Класс. У меня, кстати, получилось. Короче, я думала, я записывала. А я не записывала. Блин, ну что такое? У меня сегодня вообще день съемок просто ужасный. Мне не везет сегодня со съемками. Вот разве скажешь, что завтра этому человеку 33 года? По моим ощущениям, как будто нет еще в этих очках, в бантике. Хотя, знаете, может, я себе льщу. Сейчас ходит такой модный рилс, когда девушка задает вопрос. А угадайте, сколько мне лет? То есть ей пишут 45, 47, а ей на самом деле 20. И может, я тоже такая 33-летняя тетка спрашиваю, сколько мне лет? И все вы мне напишите. Да тебе вообще 50. А я думаю, что мне 25. Вот. Шучу, конечно. Конечно, на самом деле, если на полном серьезе говорить, не важно, как вы выглядите. Ну, понятно, что нужно быть опрятно одетым, чтобы от вас нормально пахло. Но самое важное, что у вас здесь, в голове. Остальное вообще как бы все приложится. Если у вас есть мозги, у вас все обязательно будет хорошо. Ну, еще удачи, конечно, тоже хочется. Во, я себе желаю в этом году больше удачи. Тут будет такой красивый мишка, но он, к сожалению, с достойной я пью расплескался. Удачи. Зашла я в свой любимый серф за матчей. Они мне говорят, а я пробиваю карту, они мне говорят, а у вас что, сегодня день рождения? Я говорю, нет. Они такие, а у нас в системе день рождения у вас сегодня. Вы можете взять один напиток бесплатно. И так можно, они сказали, ходить в каждую кофейню и в каждой кофейне брать себе по напитку в честь дня рождения. Мне сказали, что даже можно поехать в Переван, потому что серфа очень много. Порядка 250 филиалов, как-то так. Вот, и я сегодня думаю, что я вечером опять пойду в серф и опять возьму себе какой-нибудь напиток. У меня сейчас мачалата теплая, может, какой-нибудь лимонад себе возьму. Кто ходит в серф или кто не ходит, там очень вкусный кофе, вам на заметку лайфхак. Свой день рождения, обойти все 100 кофеен, если вы в Москве или в другом городе, и отпиться их напитками. Я пришла в свой парк, делаю вид, что я гуляю по лесу. На самом деле тут такие ёлки хаотичные. У меня сегодня день рождения. Я сижу и делаю себе соляр. Если я другим соляр могу нормально посмотреть и сказать, что их ждет в следующем году, свой соляр я вообще не могу. Ну как, я понимаю, но какие-то моменты мне тяжело объяснить. И я готовлю вопросы. На завтра у нас будет занятие с моим учителем великим. И я ей задам некоторые вопросы, которые меня интересуют. Меня уже с утра все поздравляют. Очень приятно. Спасибо вам большое. Первое меня мама поздравила. Поздравила меня Юля, Наташа, Саша. В общем, все мои самые близкие друзья, подруги, подписчики. Вам тоже спасибо большое. Тем более большинство из моих подписчиков — это мои друзья и близкие. В общем, хороший сегодня день. Погода прекрасная. В мой день рождения всегда солнце, всегда тепло. В какой-то год сильнее тепло, в какой-то год менее. День рождения я особо прям сильно не отмечаю. Но мы сейчас выйдем, наверное, погуляем, куда-нибудь зайдем вкусненько поедим. Ну как-то у меня всегда оно такое. В день рождения у меня всегда какие-то, знаете, экзистенциальные мысли в голову приходят. Бывает очень даже плохое настроение. В этом году хорошее настроение, такое нормальное. В этом году я хочу себе пожелать удачи, смелости и продолжать начатое. Все, что я начала, все свои увлечения, не бросать их. И обязательно продолжать и улучшать свои навыки. И еще вовремя отдыхать. Если я чувствую усталость, не думать, что это будет постоянная усталость, просто дать себе немножко передохнуть. Потому что в последнее время я как-то работаю и занимаюсь своими увлечениями на износ. И очень часто у меня такое происходит, какое-то прям физическое бессилие. Поэтому больше отдыхать. Знаете, я тут подумала, что я счастливый человек. Я очень рада, что у меня сейчас такое состояние. Хочу его нести дальше. Наконец-то можно одеться по-летнему. Я сегодня тоталбеш. А мы идем. Мы идем есть в рынок и общепит. У нас жара. Надо, короче, перебрать свой кардиот. Срочно. Я не могу. Ой, мы поели. Мне было так вкусно. Хоть это место, знаете, не такое прям супер пафосное. Ты не сидишь там с бокалом, тебя не обслуживает. Но это очень-очень вкусно. Апогей вечера — это торт. Я так хотела блин вот этот поесть. И зеленый чай. Вообще, я люблю блинные торты, учитывая тот факт, что я его ела один раз в жизни. И он мне понравился. И я все никак не покупала второй в своей жизни блинный торт. И вот этот момент настал. Все пропитано кремушком. Торт зашел на ура. Как сказала моя тетя, торт в день рождения — это символ сладости жизни. У меня блинная сладость в моей жизни. То есть она такая ярусная. С днём рождения тебя! У нас сегодня воскресенье. Мы пришли в парк Горького. Людей полно. Жара. Там часть реконструируют. Мы позавтракали. Я позанималась астрологией. Сейчас мы хотим дойти до Хобо, съесть лапши и гулять и наслаждаться. Сирень тут еще цветет. Пляжный волейбол, пожалуйста. Площадка для загара под ивами. А набережная вся перекопана. Там нельзя пройти. Идём в обход. Здесь и пляжный волейбол. Пляжный волейбол. Продолжение следует. Пляжный волейбол. Таним, проник. Хобо. Пляжный волейбол. Идём в троих. Пляжный волейбол. У нас в начале. Начался дождь, стоим, прячемся под мостом. Мы решили не ждать, мы решили пойти под дождем. У меня еще майка мокрая, я обляпалась маслом, а мне еще ехать по делам по двум. Поеду такая красивая, здесь дома жилые. Пожалуйста, в парке Горького можно жить. Мы переходим на другую сторону, по мосту. И я, если честно, так устала уже. Я тем временем съездила по одним своим делам, посидела в кофиксии и сейчас иду к восьми часам на рентген позвоночника. Иду в свою клинику по ДМС, я пока сидела пила, ну не кофе, а мачо, я сидела и монтировала видео еще мартовская, и там я еще гуляю в своем зимнем пуховике. Вот, и тут я вспомнила, вы, наверное, видели влог. Мне там девушка написала, что у нас на дворе май месяц, жара, а вы все выкладываете видео со снегом и с зимой. Я хочу сказать, что я вообще не успеваю ничего монтировать. То есть у меня раньше было отставание на четыре недели, сейчас на семь. Я пытаюсь как-то догнать это время, но чисто физически я вообще не могу этого сделать. Поэтому простите, если я сейчас выкладываю майское видео, а на дворе уже август. Снять видео и не выложить его я не могу, потому что это же моя жизнь. То есть если я какую-то неделю не выложу, я ее потом и не вспомню. И в первую очередь я влоги снимаю для себя. И спасибо, что вы их тоже смотрите, комментируете, но самое важное это то, что мне интересно. И я сама свои влоги пересматриваю и смотрю на то, что было год назад, два назад, поэтому извините, в первую очередь мой канал он для меня. Так, а куда я иду? А, дальше. Хотела снять вам красивое видео, и в итоге я потерялась. По-моему, да, вот в этом особняке, вот, АБЦ Медицина. Ну, не медцы, конечно, но тоже неплохая сетка. Меня послали в подвал, тут никого нет. Друзья, спасибо большое, что посмотрели мой влог. Ставьте лайки, подписки и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok